Сегодня Макита угловая шлифмашинка GA4530 Выломали ламели, дожгли Тут и проявлять ничего не надо Мотать, менять корректор А тут надо поглядеть Живые статорные, нет ли Зелёную Зелёную Ратуша в воде нет Так, ну и на обрыв Одинаковый, по двойному Живые откручиваем Редуктор лучше прикрыть Спрятать от грязи Вот получаем Снимаем турбинку сейчас Снимаем турбинку Так, прозвонил Почистил кончик И прозвонил сюда Надеюсь, видно Что вот на этой ламели Два провода там внутри зажата Было Это начало и конец Этой половинки Значит, отсюда всё начинается Сейчас будем поднимать Подняли Вот его Видно его Кончик От этой ламели мы его отсоединили Контакта нет Звонится С этой И с этой ламели Соседней Теперь вопрос основной Куда отсюда Вот этот вот кончик Который с этой ламели пошёл В ближайшую В ближайший паз Или туда Отсюда туда Или отсюда сюда Сейчас тут разорвём И будем поглядеть Вот этот вот Вывод Звонится вот с этим выводом Это значит с этого С этой ламели Вот этот вывод Пошёл в этот паз Сделал виток И пришёл сюда Это получается Раз, два, три С третьей ламели В паз Схема выглядит вот так Раз, два, три В ближайший паз Шаг Тут сколько-то витков И идёт на вторую Ещё одна секция Скорее всего Она уйдёт сюда Левее Сейчас будем поглядеть Рядышком Вот эта вот секция Рядышком с нашим пазом Который мы смотрели Вот это вот Сейчас я подчистил Отсюда звонится Сразу вот сюда Вот и сюда Значит Вторая секция Самое начало Не в эту сторону А как я и говорил Левее Сюда вот будет Вот так вот будет Сейчас будем смотреть Сколько в пазу Витков Смотреть лучше в пазу Потому что они Имеют моду Тут мотать меньше витков Вводя заблуждение Те, кто перематывает Поэтому лучше смотреть Не здесь число витков А в пазу Потом делить на что Чистим Теперь эту сторону Так Подшипник более Или менее Нужно его сохранить Сейчас потянем Чтобы не сломать эту Потянем вместе с коллектором Коллектор Снимаем Смотрим Диаметр провода 0,3 Смотрим Что пол паза пустые При проводе Диаметром 0,3 Сейчас будем Чистить Но я обращаю ваше внимание Что Пазы полупустые Практически Новый якорь Коротковатый Маленько Щетки 10 мм Но Крюки придется Маленько Сюда Сдвигать Когда будем Задавливать И Присовать Чистим Пазы Тупым Гвоздем Сдвиг Задавливать Субтитры сделал DimaTorzok 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 Раз, два, три, четыре, шесть, шесть. Шок шесть. Житков девятнадцать. Раз, два, три, четыре, пять, один лишний. Раз, два, три, четыре, пять, один лишний. Короткий начало это отвод, это конец длинный. Раз, два, три, четыре. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Раз, два, три, четыре, пять, это двадцать, один лишний, убираем, отвод. Раз, два, три, четыре, пять, двадцать, один лишний, убираем, короткие и будет начало, длинный конечек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Раз, два, три, четыре, пять. Один лишний, отвод. Раз, два, три, четыре, пять. Один лишний, короткий начало, длинный конец, отвод посередине. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Раз, два, три, четыре, пять. Это нехорошо. Все должно лежать в пазу. Один лишний. Отвод. Раз, два, три, четыре, пять. Один лишний. Раз, два, три, четыре. Намотка плотная. Так и провод вместо 0,3. Тут уже 0,35 я вложу. Тоже число витков. Поэтому он будет работать. Редуктор рубать. А сам не сгорит. Фу-фу-фу. Или статурную спалить. Статурную перемотаю усиленно. Тогда точно кранты редуктора. Так. Так. Вот этот вывод маленько не с ним на своем месте, ну и больше. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Один лишний. Это вот. Нужно было бы почистить получше. Раз, два, три, четыре, пять. Один лишний. Это все. Очистил бы пазы получше, да полегче бы входил. Ну, я думаю, что... Закрой я это. Покажу сейчас. Пройдемся. Посмотрим, чтобы ни один виточек не выступал. Сейчас будем обрезать. Если будет уступать, то может провод перерезать. Могу. Один лишний. Мы объем. Один лишний. Один лишний. Один лишний. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Закрываем паз DimaTorzok 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 Вот конец. Вот короткое начало. Значит, для простоты, на третью, от 1, 2, 3, от этого паза, от этого паза на третью ламель, 1, 2, 3, середина вот эта вот. Вот так. С этой стороны обвод. Берем следующую скрутку, правее которой. Короткая этой скрутки, длинная предыдущей, середина. И точно так же. И так по кругу. Думаю, что понятно. Уложили, загнули крюки, отвязали. Бандажик сделал. Продолжение следует. Продолжение следует. Проверяем, чтобы не было контакта соседних ламелей тут, в этом месте. Проверяем на межвитковое. Если зеленое везде, то на всех пазах. Перед пропиткой греем. Приготавливаем эпоксидку, пропитываем сторону возле коллектора. После пропитки жарим. Старую балансировку заводскую нужно убрать. В смысле, с противоположной стороны повыбирать. Выставляем. Выставляем. Тут в подшипнике. Чистим между ламелями. Мало-мало полируем. Проверяем. Проверяем на короткое замыкание. Если зеленое, то нормально. Проверяем на наличие цепи. Проверяем. Между всеми соседними ламелями. Будем сейчас вставлять в корпус. Самое главное, чтобы попали щетки. Потрясти, чтобы не осталось старых ламелей и обгрызков щеток. Так, собрали. Крутится нормально. Ничего не цепляет. И тут... Вроде попали все-таки. Щетки-то 9 всего. Высотой. А я боялся, не влезу. Не влезу. Думаю, здесь... Лучше некуда. Очень хорошо. Проверяем. 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 Продолжение следует...